Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодня будет очень грустное, печальное видео о моей жизни. Как вы знаете, сейчас лето, лето, пора путешествовать, когда все куда-то едут, когда все куда-то улетают, путешествуют, отдыхают. Но в отличие от всех остальных людей, я в свои почти 30 лет, то есть я никогда не был на море. Я хочу рассказать вам свою очень грустную, печальную историю. Историю о бедности, историю о нищете и о том, как я всю свою жизнь фактически не живу, а выживаю, выживаю. В общем-то, дорогие друзья, на запись вот этого видео меня смотивировало, можно сказать, вчерашнее видео с папичем, с папичем, но когда ему оплатили перелет, оплатили самую дорогую гостиницу в Дубае, то есть где неделя там стоит, либо же неделя, либо же сутки, я так и не понял, стоят 10 тысяч долларов. Вы можете себе представить сумму, которую я никогда даже в руках не держал, кто там утратит в сутки, кто там утратит в неделю. Я говорю, вот это не про каких-то там миллионеров, миллиардеров. Я говорю, по сути, про обычных людей, которые тоже когда-то были, как и все мы с вами. А почему же, ну тогда, ну кому-то удается подняться в жизнь, а кому-то удается лишь еще больше опускаться. Вот я нахожусь на самом дне, я всю жизнь живу в нищете, то есть я, ну родился в бедной, в нищей семье, то есть я, ну родился в деревне, вот в деревне с населением там 500 человек, то есть я, ну родился в частном доме, в котором, как бы, мы впервые сделали ремонт, ну только там, не знаю, в возрасте, ну когда мне было, ну 15 лет. А до вот этого момента там, ну были облезлые стены, то есть в прямом смысле, как бы, ну ремонта вот этот дом, он за свою историю, как бы, ну разу не видел. Это вот, я в прямом смысле вот это слово, ну рос, ну как это называется, то есть я не скажу, что там в трущобах, нет, ну условия, ну были максимально, ну приближены к такому, ну то есть у нас вот это, ну как оно там называется, водопровод, ну канализация, ну появился только, ну когда мне, ну было вот, опять же, где-то ну 15 лет. До вот этого момента, как и огромное количество людей, живущих в частных домах, то есть я ходил в ванну, ну то есть я ходил, ну как бы, не в ванну, я ходил, ну как бы, ну раз в неделю я ходил, в общем, я даже не знаю, ну как назвать вот это строение, где там мы нагревали воду в бедрах и в итоге, вот, ну там большинство людей, как бы, ходит в душ там, ну каждый день, там, а есть те, кто там даже, ну по два раза в день, а я вот всю свою жизнь я ходил, но мыться, как бы, раз в неделю, в лучшем случае, то есть при самом оптимистическом сценарии, ну потому что я ходил в школу, то есть нужно было там, ну как бы, ну перед школой, в воскресенье мы, ну то есть я ходил в вот эту, ну комнату, где мне нагревали воду в ведре, то есть, ну сами, ну понимаете, то есть мы набирали вот эту воду там, одно ведро набирали в тазик, и в итоге в этом, ну тазике, то есть я там, ну мылся, то есть, ну пытался, ну помыться, ну по крайней мере, вот потому что все это было максимально неудобно, но суть даже не в этом, дорогие друзья, я вам вот это видео-то снимаю не о ванне, там, не о принятии душа, а о жизни в целом, о жизни в нищете в целом, то есть я лишь вам, ну пытаюсь объяснить, то есть что мыло такое жизнь в нищете, и в этом видео не будет, ну какой-то оптимистического сценария, то есть не будет, ну какого-то, ну как бы, счастливого у конца, но потому что в моей жизни в лучшую сторону-то и ничего не изменилось, то есть я вырос, ну то есть и, несмотря на вот это, я в свои 30 лет до сих пор живу с родителями, с родителями, то есть на свое жилье я не заработал, потому что отсутствует, ну какая-либо вот такая возможность, вообще заработать на собственное жилье, то есть собственное жилье недоступно, да и в целом, то есть да, там люди, например, ну те, кто заработали на свое жилье, не знаю, за 30 лет, там, например, там за 40, взял его в ипотеку, вы думаете вот этих людей можно назвать там богатыми, счастливыми? Да, конечно же нет, вот эти люди там, ну как и большинство, то есть раз в год там в лучшем случае ездят куда-то, как бы, на, ну куда-то там, на отечественные курорты, да и то я вот знаю вот таких людей, которые как бы ни разу не ездили на море, в том числе и я, ну как бы я ни разу не был на море, то есть я ни разу в жизни не ездил на море, но потому что даже самые дешевые, ну какие-то, ну курорты мне недоступны, недоступны, ну то есть я за свою жизнь, вот, ну последний раз был на море в 2021 году, то есть, ну три года назад, ну получается, а до вот этого момента я на море впервые, ну поехал, ну то есть в 2015 году, то есть да и то, вот это даже нельзя назвать, ну какими-то там дорогими, ну курортами, ну то есть я во своей жизни вот был, ну только в Яйте и все больше нигде не ездил, то есть Яйт, ну как вы, ну понимаете, самый, ну такой, ну как бы, ну бюджетный, ну курорт, ну то есть ну курорт для бедных, ну курорт для нищих людей, там, где, ну путевка мне обходилась, там, по 200 долларов, вот, то в этот момент я еще в самом раннем детстве ездил там с родителями на море, но вот это, ну были еще даже хуже условия, но, ну потому что если в Яйте я жил там в номере, в Асиньце, то, ну когда мы ездили с моими родителями, то есть я даже не помню, то есть на Азовское море мы ездили в детстве не особо часто, вот даже не каждый год, ну примерно, ну раз там, ну даже вот, ну примерно несколько раз всего лишь за всю мою жизнь, вот за всю мою жизнь вот мы ездили, ну опять же, но потому что даже самые дешевые отечественные, ну курорт, ну были абсолютно недоступны, то есть и, 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 и не по карману, то есть я, ну помню, что мы ездили только на Азовское море, с периодичностью, ну примерно, там, ну раз там, вот 4-5 лет, вот, ну я за свое, ну детство на море, ну побывал всего лишь, ну 3, ну раза, если считаться родителем, Вот там мы приезжали, вот там мы жили, знаете, в прямом смысле в сараях, то есть ни в гостинице, ни в каких-то номерах. Вот у нас, ну как бы, я не скажу, что вот это единственный вариант размещения, нет, ну конечно же есть. Ну для нас, для нашей бедной, для семьи, то есть которая живет в нищете, ну для нас на тот момент существовало лишь, вот знаете, вот мы снимали в прямом смысле вот такие сараи, где были вот чисто голые стены. Ну то есть вот эти сараи были там, я не знаю, ну метр на метр. И вот в этом сарае, во прямом смысле, ну потому что чем-то внутри, у меня его язык не порачивается назвать, мы жили с семьей. То есть я сестра, мамка, батя, все, ну то есть четыре, ну кровати там было. И даже вот такие условия, я не скажу, что для нашей семьи, но были какие-то дешевые, нет. Ну то есть мы, ну как бы наша семья, ну то есть она целый год собирала деньги, даже на вот такое, если его можно назвать вот там, ну как бы, ну как бы на вотку, ну поездку на море вот. И, соответственно, ну дорогие друзья, ну я подозреваю, что не только я так жил, но учитывая, что я жил вот мало ну то, что в Украине, да еще и в деревне, то есть здесь абсолютно никаких возможностей для какого-то там заработка денег там и все одно подобное. Ну я не буду винить, вот ну банально, знаете, вот как большинство там винят свою семью там и все одно подобное там, типа, ну родился в нищей семье, то есть, ну потому что причина не только в этом, не только в этом. Да, там сейчас многие могут сказать, ну у тебя там 30 лет, а почему же ты сам не заработал, почему же ты сам как-то не поднялся в этой жизни. А потому что, опять же, ну причина не только в моей семье, хотя и в этом, ну конечно же есть, но причина. Я не буду отрицать, что жизнь в целом, то есть она зависит изначально от того, вот в какой семье ты, ну рождаешься. То есть, ну рождаешься в БАТ и все, жизнь в ЛАЙТ режиме, то есть, ну рождаешься в БЕДНОЙ, ну по сути там уже все предначертано. Ну то есть, ну там уже все, ну как бы, ну как бы, ну там же все, ну предопределено. Ну то есть, ну я не скажу, что на 100%, ну на 90, 9, 9, 9% все предопределено, ну то есть, ну потому что оно больше, оно по сути не светит. Я говорю там не о какой-то психологии, там что, ну бедному человеку как бы тяжело выбраться из этого говна. Нет, я говорю о том, что отсутствуют, ну какие-либо возможности, даже ну по сути у самого целестремленного и амбициозного человека. Да, если вы там девушка, там вы можете выйти замуж за БАТ, а вот мужчине абсолютно никаких шансов. То есть, не то, что там жениться на БАТ и девушке, а даже жениться на обычной девушке. Ну потому что девушки сейчас в наше время хотят встречаться только с миллионерами, там с миллиардерами и все, ну подобное. Соответственно, даже со средней зарплатой никаких шансов. Соответственно, ну дорогие друзья, ну казалось бы, там жизнь там дается один раз, то есть, и ну как бы вот это не было, ну печально. Слышат, ну а по сути, а в чем, ну по сути, а как бы удовольствие от жизни. Я не могу вот, ну как бы вам сказать, что я, ну как бы особо хочу жить вот такой жизнью. То есть, жизнь в бедности, жизнь в нищете без, ну какого-то малейшего шанса даже что-то изменить. Вот, ну а потому что, ну как бы, ну рожденный ползать летать не сможет. То есть, я никогда не смогу отдыхать где-то в Дубае, я никогда не смогу отдыхать где-то на Мальдивах. А я даже никогда, ну по сути, не смогу отдыхать на вот таких средних, ну курортах. То есть, ну может быть я, ну когда-то снова там заработаю на поездку в Йиппе, на которую, ну буду как бы а-а-а, ну как бы собирать, а-а-а, кладывать там, ну как бы целый год, там целый год. Но даже вот это мне сейчас уже не под силу, не под силу. И что самое главное, никаких глобальных перемен я не вижу, которые бы могли случиться в моей жизни. То есть, я в прямом смысле, как бы обречен жить в нищете, то есть, я обречен жить в бедности. Но потому что с моей генетикой мне недоступно что-то изменить. Но потому что у меня, ну косолазие, заикание, ну рост всего лишь метр, ну 50. И что самое главное, то есть, мне не повезло не только с внешностью, мне не повезло еще, ну как бы, с интеллектом. То есть, я максимально, ну тупой человек, то есть, я не способен как-то учиться, я не способен, ну как-то совершенствоваться, я не способен, ну познавать, ну как бы, что-то новое. Ну потому что вот это все мне недоступно, недоступно. Соответственно, что-то мне светит в этом мире. Ну пока живы мои родители, ну буду жить у них на шее. Хотя мои родители, ну как бы пенсионеры с группой инвалидности. То есть, мы живем лишь на их пенсию. То есть, на их пенсию, ну которая, если сложить пенсию мамке, ну бате, где-то там 100-50 долларов всего лишь, ну там максимум 200 долларов вот. И, ну конечно, вот этих денег нам не хватает, ну и изменить что-то я не могу. То есть, ну потому что от меня ничего не зависит. То есть, выбраться из этой откровенной жопы невозможно, невозможно. То есть, я лишен, ну каких-либо шансов на то, чтобы как-то изменить не то, что жизнь своих родителей, а даже свою жизнь. Вот вы думаете, я бы не хотел, ну как-то, ну помогать моим родителям? Да, конечно же, хотел. Ну а как я им могу, ну помочь? Я себе, я себе даже себе не могу, ну помочь. Ну то есть, я, ну родился, я живу, и я, ну так же и умру в нищете, в бедности, вот, ну, откровенно говоря, в говне, в говне. Да уж, но, дорогие друзья, ну очень грустно, очень печально вот это все признавать, ну ничего не поделаешь, ну то есть, ничего не поделаешь, потому что все плюс-минус оно, жизнь, ваша траектория жизни уже заранее известна еще до момента вашего норождения. То есть, соответственно, если вы, ну, рождаетесь в бедной семье, то уже, ну, по сути, вы лишены любых шансов. Если вы, к тому же, ну, рождаетесь еще и с откровенно, как бы, с уродливой внешностью, вот как у меня, то все, ну, пиши, ну пропало. То есть, на жизни можно ставить большую и жирную точку еще в момент норождения. Ну, каждый день я чувствую боль, ну, каждый день я чувствую норозочарование, ну, каждый день я чувствую полнейшее отчаяние от невозможности как-то изменить свою жизнь. Ну, ничего я сделать не могу, потому что я никто, и звать меня никак. Вот такая она жизнь во всех ее, ну, проявлениях. То есть, вот там говорят, якобы, жизни есть, но только черное, белое на полоса. У меня есть, но только черное на полоса. Белое я никогда не видел вот за всю жизнь, вот за 30 лет. Никогда даже что-то хотя бы немного напоминающее, ну, какую-то, ну, радость в жизни, ну, какое-то там счастье. Ничего не было. То есть, у меня никогда не было ни девушки, у меня никогда не было ни денег, ни возможностей для того, чтобы, не знаю, там, посмотреть мир, ну, попутешествовать. Нету, ничего, ну, то есть, меня лишили всего. И, ну, как-то сам добиться вот этого я не в состоянии. То есть, я лишь стал заложником жизни, я лишь стал заложником судьбы, я лишь стал заложником своего тела. Да уж, дорогие друзья. В наше время, ну, почему-то там принято как-то мотивировать, давать, ну, какие-то мотивирующие, ну, речи, там, говорить, мотивирующие слова. Ну, все это ничего. Мы все это лишь формальности, ну, которые никак не способны изменить жизнь. То есть, да, хочется верить в лучшее. Ну, а как можно верить в лучшее, если на протяжении всей жизни я окружен лишь худшим, худшим. И даже, ну, какой-то там, ну, более-менее нормальный, я не говорю, что хороший, хотя бы более-менее нормальный жизни мне только мечтать. Мечтать, ну, то есть, даже до среднего класса я никогда не смогу дотянуть вот. Ну, потому что даже если бы я устроился куда-то на работу, максимум, чтобы мне светила, не знаю, какая-то, ну, работа уборщиком за копейки. А зачем, ну, работать, если, ну, по сути, что, ну, работы, что, вот, как я, например, сиди дома, абсолютно ничего не изменится. То есть, знаете, ну, как говорится, то есть, лучше даже не работать, чем работать. Ну, то есть, ну, потому что там, ну, банально, там, на дорогу, на работу потратишь больше, чем зарплату. Да уж, дорогие друзья, да, и нету никакой мотивации, нет никаких внутренних сил на то, чтобы хотя бы, ну, попытаться что-то изменить. Нет. Ну, проблемы с психикой, депрессия, апатия, ну, полнейшее, ну, разочевание, полнейшее отчаяние. Ну, только боль, ну, только страдание. И ничего мне не поможет. Ну, то есть, арбатого, ну, только моила исправит, как говорится. В общем, дорогие друзья, ну, было вот такое видео, если вам понравилось. Если вы узнали себя, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.